И женщин поздравили, и о мужчинах не забыли. Необычный концерт вчера прошел в Центре детского и юношеского творчества. Необычным он был, начиная с названия «23 плюс 8» и заканчивая посвящением защитникам Отечества и женской половине человечества. На необычный праздничный концерт «23 плюс 8» в ЦДЮТ были приглашены работники образования, разумеется, и мужчины, и женщины. Без поздравлений и комплиментов не остались ни одни, ни другие. Коллектив образования города Харцизка с наступающим праздником пожелать всего самого наилучшего. И вместе мы свернем горы, поверьте мне. С праздником вас, дорогие любимые! Дорогие наши мужчины, от лица всех женщин большого управления образования я искренне поздравляю вас с прошедшим праздником, праздником Днём Защитника Отечества. И хочу сказать самое главное – оставайтесь и будьте всегда настоящими мужчинами, мужественными защитниками, женщин, детей нашей страны, нашей молодой республики. Составители сценария написали с десяток вариантов, прежде чем получилось связать в единое целое оба таких любимых нами, но таких разных праздника, признается директор ЦДЮТ. Идея объединения пришла спонтанно и сразу понравилась коллективу. Так как они находятся очень близко друг к другу, как и мужчина-женщина по жизни, мы решили сделать вот такой подарок всем нашим зрителям, любимым, конечно же, зрителям. И сегодня это педагогам нашего города, мы их всех искренне поздравляем и любим. И сегодня мы соединили эти два замечательных праздника, и у нас получился концерт 23 плюс 8 – великое объединение. Станет ли такой объединенный праздник традиции ЦДЮТ? Вопрос пока без ответа. Каждый год рождаются новые идеи, а там, конечно же, посмотрим. Но мы еще подумаем и, конечно же, в следующем году, думаю, что что-то выстрелит новое. Танцевальные и вокальные студии Центра детского и юношеского творчества подготовили к празднику новые яркие номера. Растопить сердца зрителей были призваны зажигательная лезгинка и восточные танцы. Мультяшные миньоны и заокеанские полицейские. Мы все-таки с начала учебного года готовились-готовились, и настала пора демонстрировать дебютные номера. Ребята, конечно же, очень волнуются, но яркость, насыщенность костюмов. Я сегодня поражаюсь от того, что вижу детей, которые начинали в 4-5 лет, и сегодня они уже в лезгинке, уже в среднем, в старшем составе. Я понимаю, что дети растут, дети яркие, замечательные и, по-моему, самые харизматичные. Накануне 8 марта благодарностями главы администрации Харциско и грамотами управления образования были отмечены воспитатели и учителя, педагоги-психологи и музыкальные руководители, методисты и завучи. В общем, все, кто добился пусть и не очень заметных со стороны, но таких важных для общества успехов на Ниве Просвещения.